...свою презентацию, я расскажу об аспектах общего плана и подключим в дальнейшем к нашему вебинару основного менеджера по книгофонду, которого многие из его старых пользователей знают, Алексей Архангельский, ветеран. Итак, всех, кто подключился, дополнительно приветствую еще раз. Двигаемся вперед. Итак, электронно-библиотечная система книгофонд, ЭБС, проверенное временем. Ну, расскажу в таком свободном ключе, почему все-таки произошла вот такая операция, чем нам был интересен книгофонд и каковы те преимущества, которые обратили наше внимание. Ну, не секрет, что, как бы, последний год 2015 книгофонда исчерпывались права на многие из изданий. Вот, вообще, подорвана была немножко позиция на рынке. Ну, это, наверное, из многих факторов проистекало, из-за некого такого бойкота, который многими вузами был объявлен еще на самой начальной стадии, когда книгофонд создавал этот рынок. Зачастую это было достаточно сделано некорректно, и вот издательства Директ Медиа были одними из теми, кто препятствовал вот такому именно вхождению, и в то же время старался поддержать, чтобы этот рынок ЭБС возник. Вот, в целом, как мы знаем по итогам, результат очень даже устраивает всех. У нас возник и мощный сегмент на рынке электронных книг. Это самый развитый, самый такой энергичный сегмент по сравнению с другими рынками досуговой литературы и школьной литературы, любой другой. Здесь у нас сейчас около 15 ЭБС, и в целом они все остаются существовать. Довольны достаточно нами издательства. Ну, а все проблемы, которые мы с вами переживаем в связи с кризисом, с финансированием вузов, я думаю, что мы их все преодолеем. Вот, но тем не менее, вот в 2015 году позиции книгофонда, наверное, были одними из самых слабых среди всех, хотя, в общем, команда книгофонда сильная была. Ну, вот такие обстоятельства руководства, а самое главное, ну, я, может быть, такую завесу, которая очень важная является на заднем плане, приоткрою, что книгофонд, во-первых, это самый дорогой ресурс на нашем рынке, в который вложены действительно огромные-огромные деньги. Вот, и разработан он, в общем-то, превосходно. Но, вот вы помните ту историю вхождения на рынок, все это стоило очень больших денег, и, вот, к 2013 году книгофонд оказался и самый, там, обремененный долгами и погрязший вот в таких финансовых трудностях. Вот, собственно, поэтому руководство книгофонда обратилось к нам предложением взять его на поруки, там, в наш пул ресурсов, и после каких-то там переговоров мы на это согласились. Именно исходя из вот плюсов, о которых я еще буду говорить. Вот, с 1 января мы целиком поддерживаем сами книгофонд, но, в общем-то, особенно сильно мы не светились, поскольку только происходила интенсивная интеграция наших платформ, интеграция контента. Нам, разумеется, пришлось очень много провести работы, чтобы вот те правообладатели, которые работают с нами, стали работать с книгофондом на новых условиях. Эта работа до сих пор идет, о ней я еще немножко расскажу. Вот, но в целом, подводя итог, книгофонд, объективно говоря, является самым дорогим, в котором вложено больше всего ресурсов, во всяком случае, уже по этой причине он является интересным и достойным для того, чтобы продолжать свою активную деятельность. Ну, а плюсы, которые, вот, главные у него существуют, они вот здесь изложены у меня на первом слайде. Он очень продуманный ресурс, у него простой эргономичный дизайн, у него по контенту тоже исторически накопился самый необходимый контент для базовых дисциплин, для закрытия, прежде всего, общегуманитарного цикла. Это всегда надежность и скорость работы, всегда функциональность и удобство платформы. То есть, в плане программного обеспечения, я думаю, никогда к книгофонду не было никаких вопросов. И так остается и будет оставаться впредь. А все-таки ЭБС – это программная среда и вот эта вот программная техническая оболочка, стоимость ее, которая тоже входит, составляет себе стоимость всех услуг. Это очень-очень важно. В этом плане, кстати, книгофонд очень экономичный, как вы еще убедитесь. Если оценивать технично, я бы ее оценил, как одну из самых быстрых из аналогичных платформ, где все быстро работает, быстро загружается. Ну и важно, конечно, вот этот исторический шлейф, то, что это зачинатель традиции и концепции ЭБС, и многое из того, чем мы пользуемся и на других платформах, это было придумано и выстрадано его первоначальными разработчиками. А за спиной у книгофонда уже больше восьми лет успешной работы. Не скажу, что это была первая ЭБС, потому что первая все-таки по праву должна считаться университетская библиотека онлайн, поскольку мы еще начали работать вот в таком формате до того, как понятие ЭБС возникло, и встречались буквально в первые дни возникновения книгофонда, в общем, все делали параллельно. Но ясно, что по-настоящему об ЭБС заговорили после и благодаря книгофонду. Но на сегодня империя книгофонда включает больше двухсот подключенных организаций. Это и вузы, и СУЗы, и библиотеки, и институты ДПО, то есть всех, все, кого интересует образовательная литература. Это, разумеется, меньше, чем было там в лучшие времена. Но надо сказать, что количество новых подписчиков у книгофонда всегда было довольно велико. И основной пул его подписчиков остается верен ему и сегодня, чем мы им благодарны. Итак, немножко о концепте той перезагрузки, которую мы предприняли, взяв книгофон в наши руки. Ну, вы поймете, что основная проблема у нас и так есть своя ЭБС и другие наши продукты. И, в общем, две платформы ЭБС нет пока ни у кого. И, разумеется, соединить их как-то в такой понятный концепт, представить, продвигать на рынке, это требуется некое переименование, некие усилия концептуализировать это заново. Вот. Мы здесь подошли с следующей точки зрения, что, на наш взгляд, количество и качество, на соотношении количества и качества, которые представляет книгофон к той точке, на которой мы его взяли, являлся одним из наиболее оптимальных. Ну, скажем просто, это один из самых недорогих. Уже был к тому моменту ресурс, хотя начиналось все совершенно по-другому. Вот. По качеству ничего в нем хуже не стало, не изменилось. Ну, вот, цену, цена пришла в порядок и стала одной из самых привлекательных на рынке. Вот. И на сегодняшний день, вот, к этой небольшой, недорогой цене стоит прибавить самый большой крупный фонд среди ЭБС. Это около 164 тысяч изданий на сегодня, после наших вливаний. Вот. Ясно, что это фонд, его не стоит мерить в абсолютных цифрах, потому что очень большой элемент букинистики, который достался по наследству. Вот. Но, тем не менее, вот те 25 тысяч издательских книг, которые сегодня вошли в книгофонд, это уже заявка на то, чтобы быть одним из самых крупных ресурсов, даже в плане правных книг. Никакое, вот, понятие аутсайдера к книгофонду сегодня никак не может относиться. Это очень полноценный, рабочий, наполненный книгами ресурс. Ну, к ним мы еще и перейдем. Вот. Среди этих 25 тысяч, 9,5 тысяч учебников, это тоже очень большой пул. По принципу отбора учебников я еще на этом остановлюсь. Около 4 тысяч монографий. Ну, а журналов очень мало в книгофонде. На этом тоже я остановлюсь, потому что концепт его, вот, как мы и дальше будем формулировать, это прежде всего книги. Вот. И вот тех, которых не было книг в книгофонде еще в прошлом году, и стало благодаря нам новым выливанием около 20 тысяч изданий. То есть это, я считаю, очень серьезное, существенное обновление старого сайта. А теперь два слова о том, как мы видим место книгофонда в нашей линейке различных наших платформ и ФБС. Я думаю, что среди сегодняшних слушателей есть и подписчики университетской библиотеки, и не подписчики книгофонда. Вот для вашего представления немножко о нашем пуле платформ Библиоклуб.ру. На сегодня на них сосредоточено более 200 тысяч изданий. Это с большим отрывом самый наполненный ресурс, но ни на одной из платформ нет вот этих 200 тысяч, потому что они все распределены между разными совершенно проектами. Основной, наиболее богатый ресурс, я считаю, это все-таки БС Университетская библиотека онлайн, потому что ее концепт сосредоточен на издательской литературе и на востребованной классической литературе. Это сегодня всего лишь 100 тысяч изданий, но это вот не та букинистика, которая в книгофонде, а это действительно такая рабочая, вся рабочая литература, рабочая научная классика, золотая коллекция, как мы ее называем. Вот второй ресурс получается БС Книгафонда, который рекордные 164 тысячи изданий. Третий ресурс предназначен для публичных библиотек, он называется Non-Fiction для библиотек, и там уже контент существенно отличается. Там нет научной, особенно учебной литературы, там прежде всего представлена литература научно-популярная, образовательная, широкого профиля, какой собственно востребован в публичных библиотеках. Еще один новый продукт электронной библиотеки, библиошкола, школьный портал, это уже продукт сугубо для школы. Он самый небольшой, там около 15 тысяч изданий, и там литература подобрана специально для среднего образования. Вот, ну, кстати, если у нас здесь только вузовские представители участвуют, для тех комплексов, где существуют СУЗы, гимназии, сейчас много таких крупных комплексов объединяются под вузами, вот, библиошкола должен быть очень интересный такой специальный продукт. Вот, еще есть у нас электронная библиотека, бизнес-библиотека, но она уже вот совершенно в стороне от образовательного сегмента. И, думаю, вы обратили внимание на такой наш культовый проект, арт-портал «Мировая художественная культура». Это очень оригинальный для нашей страны продукт, собирающий самое большое количество репродукций, и тоже образовательный ресурс для школ, для тех, кто изучает художественную культуру, искусство и так далее. Вот, есть еще справочный портал «Энциклопедиум», где собрана классика энциклопедий. Вот, собственно, наши продукты, над которыми мы все время работаем, и подписчик любого из этих проектов может или бесплатно, или по подписке иметь доступ и к другим. проектам этого пула. А теперь, собственно, как вот и вам, и нам, и всем, различать подходы различия между книгофондом и университетской библиотекой онлайн. Что покупать, да? Мы эту вот дилемму сформулировали так, дискаунтер или супермаркет. И, собственно, вот под этими концепциями и будем развивать, особенно вот в наше антикризисное время. Значит, ЭБС в этом плане представляет концепт простой, удобный в использовании ЭБС. Так называемой базовой коллекции, где нет ничего лишнего, где минимальный функционал, где наиболее востребованный учебный контент. И, собственно, себестоимость его самая там низкая, что позволяет нам держать цену гораздо ниже, чем для других наших решений. То есть это как раз такой антикризисный вариант для тех, кому нужно решить базовые задачи ЭБС. Вот здесь еще особенность в нашей продажной политике ценообразования, о которой мы еще вернемся, она совершенно на другом принципе строится, чем университетская библиотека онлайн. Если университетская библиотека у нас к классическому принципу FTI привязана, то есть стоимость зависит от величины вуза. То в Книгафонде исторически сложился другой подход. Там существуют доступы, и вуз может купить столько доступов, сколько ему нужно. То есть, по сути дела, под любой бюджет. И вот это именно позволяет создавать ценовую гибкость, о которой мы будем говорить. И, собственно, и для большого, крупного вуза сделать это решение недорогим, и уж тем более для небольшого. То есть, вот дискаунтер, вы приходите в магазин «Магнит» или какую-нибудь «Пятерочку», и видите очень сразу разницу с каким-нибудь перекрестком или азбукой вкуса. Выбора меньше, но зато все необходимое есть, и самое главное, цены не кусаются. В этом плане ЭБС в университетской библиотеке онлайн ресурс, которым цены больше, наверное, кусаются. Но это тоже имеет под собой основание, потому что как раз мы позиционируемся как динамично развивающийся ресурс с концептом разнообразного контента, различного функционала, который подстраивается под индивидуальные потребности пользователя. То есть здесь существуют и издательские коллекции, и всякие сервисы для статистики, для выгрузки необходимого контента, для фиксации книгообеспечности, интеграции с различными ресурсами информационно-образовательной среды, для дистанционного образования. В общем, все, что есть такого интересного в нашей IT-сфере и такого полезного для самых требовательных наших клиентов, вот это все мы стараемся внедрить и быть здесь первыми. Поэтому понятно, за инновационность, за полноту, за вот эти индивидуальные подходы, это все стоит, приходится за это платить, поэтому здесь у нас перед вами супер-маркет. И сами виды контента там, конечно, шире, здесь есть и мультимедика, и коллекция периодики, но я все это не буду рассказывать, потому что университетная библиотека онлайн посвящена гораздо больше вебинаров, мероприятий, и на профильных конференциях она более активно продвигается. Но вот, тем не менее, вот эту разницу для себя, мне кажется, если вы будете понимать, и вам, и нам будет больше взаимопонимания. Ну, а теперь об этих вот главных пользовательских возможностях и функциях книгофонда, их можно выразить вот этим слоганом, просто быстро, удобно. Кто работал с книгофоном, я думаю, возражать не будут. Действительно и приучены. Книгофон где-то года два назад пережил тоже редизайн. Более современный, интересный дизайн. Он действительно отличается от многих других. И, как я считаю, лучшую сторону. Здесь все понятно. Легко работать. Здесь я еще об этом скажу. О самом главном. Политике комплектования фондов. Чтобы вы тоже понимали. То есть, главное это книги, разумеется. Я считаю, что на сегодня книгофонд это лучший из базовых коллекций. Именно по своей привязанности к ключевым элементам контента. Можно назвать его костяк. Костяк книгофонда это общие образовательные дисциплины. Ну и естественно научные такие, как математика, физика. Ну и главное уже такого гуманитарного плана экономики, юриспруденции. Соответственно в этом плане у нас и много клиентов, которые там юридические из этой сферы. Ну и исторически сложилось, что это такая общая гуманитарная ресурс. Соответственно второй элемент, который я бы отделил от актуальной литературы, это классика, которая тоже наиболее сильно представлена в книгофонде по сравнению с другими ресурсами. Гуманитарная, естественно научная классика. Ну это связано с тем, что изначально книгофонд развивался как такой универсальный ресурс большой величины. И туда первые годы сканировали в огромных темпах все, что более-менее подходит под критерии интеллектуальной литературы. Я помню, в лучшие времена книгофонд пополнялся темпами 3-4 тысячи изданий в месяц. Это было, конечно, ни для кого недостижимо. Но потом стало понятно, что это для ЭБС излишне, что это все равно такие ресурсы, как национальная электронная библиотека, где сейчас полтора миллиона объектов или президентской литературы, которые, что за ними гнаться не надо, нужны только учебные и научные литературы. Поэтому книгофонда потом остановился этот процесс и примерно застыл вот сейчас в том ключе, которым это было года 3 назад. Есть еще сегменты узкоспециализированной литературы. Ну вот мы сейчас будем стараться от этих узкоспециализированных фрагментов... Не будем их пополнять, во всяком случае, потому что для узкоспециализированных, как я вам сказал, существует университетская библиотека онлайн. И, соответственно, в концепт базовый такая маловостребованная или узкая литература не очень входит. Вот. И точно так же букинистическая литература, мы очень сильно там за нее не держимся. Я думаю, что мы какой-то сегмент букинистической литературы даже почистим. Это вот газеты, старые подписки, которые сюда вошли. Вот они явно не в формате ЭБС. Они в формате вот президентской литературы, те, кто работает вот с большими библиотечными проектами по оцифровке наследия. ЭБС все-таки это не наследие, это учебный актуальный процесс. Но, тем не менее, наш букинистический раздел большой тоже ценят, он хорошо оформлен, и существует уже целый пул клиентов, особенно физических лиц, которые с удовольствием пользуются этой литературой. Поэтому он у нас будет оставаться. А теперь по форматам, которые входят в ЭБС, состав фонда. Ну, главный наш принцип, еще раз повторяю, чтобы было все, что необходимо для учебного процесса. Поэтому ставка, конечно, на учебники и учебную литературу, и она сейчас вот за эти полгода очень-очень сильно в разы выросла. Я надеюсь, наши пользователи это отметят. Разумеется, мы получаем много жалоб о том, что нет какого-то там контента, который был. В работе с ЭБС очень важна традиция, если вы уже там работали с той литературой, с какой-то там определенной, она ушла. Все от этого, конечно, очень страдают. А наоборот, новое это не очень ценят, потому что еще не начали с ним работать, книгообеспеченность не включали. Но здесь нужна и для вас некоторая перегрузка. Обратите внимание на эти новые учебники, новую литературу, постарайтесь включать ее в книгообеспеченность. И постепенно, я думаю, вот эта вот адаптация произойдет. А старые источники, мы постараемся сделать все, чтобы вот старая литература тоже не уходила. И те издательства, которые раньше были в книгофонде, они, в принципе, практически все должны там не остаться. Вот второй блок, который мы и дальше пополняем активно, это монографии научно-популярной литературы. Вот здесь она будет не, может быть, не такая сильная, как университетская библиотека онлайн. Но вообще я скажу, что монографии научной литературы, она уже с эволюцией БС требует своих ресурсов. И вот, в частности, один из проектов, над которым мы сегодня работаем, это научная библиотека, в которой мы уже отделим учебную литературу от научной, и будем стараться предлагать, как самостоятельный проект, чистую учебную литературу, без всяких учебников. У него будет другая цена, немножко другие потребители. Так что, монографии, скажем так, ЭБС, как таковых, не очень востребованы, к сожалению. Третий блок, который является новым, это студенческие работы. К ним у нас особая политика, особое и очень бережное отношение. Вот, кто следил за последние полгода, мы организовали очень крупный и успешный конкурс на лучший студенческий диплом, собрали дипломы со всей страны. Вот, около 200 было отобрано дипломов на 6 номинаций гуманитарных, и вот на прочедшей международной книжной ярмарке в Москве мы наградили победителей 18 человек, по 3 приза в каждой номинации. Вот, мы этот конкурс проводили совместно с журналом «Университетская книга». И к нам уже на последней стадии подключился антиплагиат. Вот, в следующий год это уже будет конкурс на еще более высокой ступени, где будут участвовать уже вся страна, и самое главное, вот, организаторы. Мы очень сильно усилим ПУ, организаторы, которые, все крупные участники рынка, которые вообще за принцип открытого доступа к студенческим работам, которые поощряют превращение студенческой науки в такой полноценный элемент настоящей российской науки. Вот, как показывают результаты нашего конкурса, очень достойные результаты. Действительно, наша молодежь, она уже на выходе из УЗА вполне достойна звания ученого. И мы, конечно, таких ребят будем все время поощрять. Вот, так что в Мегафонде новый элемент получился, ВКР, часть из которых в закрытом доступе, как решают УЗА, а часть в открытом доступе, там будут те же работы, что и в университетской библиотеке онлайн, и в других сегментах открытого доступа к студенческой науке. Это научный корреспондент, в общем, сформировался в Киберленинга, ряд ресурсов открытого доступа, которые тоже пускают туда студенческую науку. Вот, чего нет в Мегафонде, и мы не будем это поощрять, пополнять, может быть, не все из вас согласятся с этим. Во-первых, переводики. ЭБС, особенно книгофонд, изначально вообще формировался под книги, под учебники, без учета переводики. Это уже как бы вот в ходе эволюции возникло. И, как вы, наверное, заметили, если вы работали с e-library, с Zivir, с другими ресурсами, это сразу чувствуется, когда ресурс не заточен на периодику. Вот нам в университетской библиотеке онлайн пришлось очень много работы произвести, чтобы адаптировать наши форматы к периодике. И то там есть вопросы. А когда периодика это просто как книжные тома, без разделения на статьи, это все немножко там несерьезно, несовременно. Поэтому пополнять периодик и книгофонд мы не думаем. И в целом он не настолько востребована, чтобы увеличивать стоимость из-за нее. Нет в книгофонде сервисов, которые позволяют публиковать научные издания преподавателей. То есть сервисов, которые есть, скажем, в университетской библиотеке онлайн. Там каждый преподаватель может свою книгу издать, опубликовать. Но это особые сервисы. В общем, мы здесь тоже их не будем создавать, развивать, тратить на это деньги. Нет школьной литературы, нет деловой литературы. И специальности справочной литературы, тоже книгофонд под нее не заточен. Для этого существует у нас отдельный ресурс. То есть вот еще раз, издания учебные и научные. Вот, ведущие издательства, ну, я уже вижу, что очень долго и много говорю. Прошу прощения, придется мне ускориться. Ну, костяк ведущих учебных издательств тоже вам всем известен. Для книгофонда это главное издательство Unity Dana. Вот тут у нас очень много было претензий. И спешу вас обрадовать. Вот уже в понедельник вы увидите очень крупное пополнение Unity Dana. Мы, наконец, с ними все согласовали. И мы дальше будем продвигать книгофонд как одно из базовых ресурсов для издательства Unity Dana. То есть максимальное количество изданий вы здесь найдете. Будем стараться и Дашкова тоже не потерять. Крупная коллекция была у книгофонда. А вот многие крупные ключевые издательства, такие как Флинта, Ладоса, раньше не было на книгофонде, а вот сейчас и есть. Вот, много появилось новых научных издательств. Алитея, Весьмир, Техносфера, Высшейшая школа, Финансовый кредит. Ну и, разумеется, очень много появилось вузовских издательств, которые тоже переживают сейчас расцвет. Бразийский открытый университет, прекрасный контент, Высшая школа экономики, Интуит и так далее. Чем мы гордимся в книгофонде? По сути дела, здесь я уже рассказал, больше тратить время на это не буду. Качественным ПО, отсутствием лишнего функционала. Все, что я говорил по принципам мини-макс. Это наиболее выгодное решение при наименьших затратах. Так оно и будет. Ну, а для деталей, что есть у нас и чего нет все-таки в других ЭБС, чтобы все мы это тоже осознавали. Ну, во-первых, самый большой объем фонда, пусть даже вот такого с научной классикой, это открытый каталог. Вот, обращаю внимание на различия. Если в университетской библиотеке онлайн у нас закрытый каталог, открыты только студенческие работы. Уже иначе все запутаются в наших продуктах. Вот, книгафонд, он изначально был открытым и остается таким. И самое главное, открыт даже для физических лиц. То есть, если студенты не имеют через ВУЗ подписки, они, в принципе, могут подписаться, и цена там очень щадящая. Вот, у книгафонда есть развитая система классификаторов и УДК, и ББК. Это помогает хорошей навигации. Думаю, всем это вам пригодится. У книгафонда качественный полнотекстовый поиск. Отмечу, далеко не у всех ЭБС есть сегодня полнотекстовый поиск. Это очень сложный сервис. И здесь он работает отлично. Это хранение наработок пользователей, книжняя полка, конспекты, возможность цитат. В общем, это есть там у других. Но кто пользовался книгафондом, тоже отметит, что это особо удобно. Во многих смыслах, я считаю, там, например, удобнее, чем университетской дотики онлайн. Это быстрое, простое восстановление учетной записи. Это вот новый сервис репозиторий ВКР. И возможность подписки для любого человека, даже который не изглублен. Удобство навигации, собственно, немножко сказал. Это очень разные каталогизаторы по областям знаний, по АОКСа. Литература для СПО отделяется, для аспирантуры наушные издания. Иные базовые возможности. Опять же, вот здесь нет совершенно сервисов просто для чего-то, да, по фантазии. Здесь все сервисы, которые принадлежат к фундаменту любая электронная библиотека, качественная, должна иметь именно эти опции. Расширенный поиск изданий, выгрузки перечней изданий по каждому разделу, и работа с книгой обеспеченности, интеграция каталога в любую АБИС через формат Русмарк и так далее. Вот. Ну, собственно, вот о таких функциональных возможностях я рассказал. Теперь мы переходим к аспектам организации доступа. И здесь, наконец, я хочу пригласить коллегу Алексея Архангельского, который расскажет об этих деталях. Добрый день, уважаемые коллеги. Меня зовут Алексей, фамилия Архангельский. Сегодня я расскажу о способах организации доступа к нашему ресурсу. Ну, во-первых, это доступ по пин-коду. Пин-коды доступа могут высылаться учебному заведению по электронной почте в формате Excel. В этом же файле можно сразу проставлять фамилии, имя, отчество, номер группы и выдавать подростки студентам. Для удобства раздачи доступа студентов мы также можем высылать вузам индивидуальные скреч-карты доступа с нанесенным на них пин-кодами. На обратной стороне карточки размещена инструкция, где указан номер и подзащитным слоем пин-код. Студенты, получившие индивидуальную карту доступа, могут зарегистрироваться на нашем сайте самостоятельно, из любого места, будь то в УЗИ или, например, из дома, и пользоваться. Второй способ подключения – это подключение по IP-адресу. Соответственно, вузы посылают нам IP-адресов, а мы подключаем. Первичная регистрация в этом случае происходит в стенах учебного заведения, а в дальнейшем студент уже может пользоваться ЭБС без любого места, где есть выход в интернет. Ну и, соответственно, третий способ доступа – это терминальные доступы, это подключение компьютеров в организации. Как правило, этот способ подключения в основном используют в публичной библиотеке. Для первичной регистрации в этом случае используется логин и пароль, потом уже можно заходить на сайт и пользоваться без ввода данных, без авторизации. В случае возникновения каких-либо трудностей по работе с сайтом, можно круглосуточно писать на адрес нашей службы технической поддержки, адрес указан в разделе «Контакты» на нашем сайте, это support.sobachka.knegafon.ru Туда же можно посылать свои заявки на тестовый доступ. Тестовый доступ мы организуем учебным заведением, как правило, на один месяц. Но при индивидуальных договоренностях эти сроки могут быть увеличены. Также мы осуществляем информационную поддержку, то есть при подключении учебного заведения в бус высылаются инструкции по организации доступа, высылаются материалы, плакаты, брошюрки. Все это можно обговорить, соответственно, с вашим персональным менеджером, который будет курировать ваше учебное заведение. Также мы проводим проведение мероприятий в нашем учебно-методическом центре. Это презентация, мастер-классы. Можно организовать для вашего учебного заведения, вебинар, если вы, например, раньше не работали с книгафондом и хотите, так скажем, организовать презентацию, то это можно сделать запросто, обратившись в нашу менеджеру. И провести семинар вплоть до того, что наш менеджер может к вам выезжать в учебное заведение, провести первичную презентацию, ну а подписчикам, соответственно, рассказать о способах доступа, о том, как работает сайт, какие сервисы, функции, ну и так далее. Ознакомить ваших преподавателей, студентов с нашим замечательным ресурсом. Так, ну и тут хотелось бы рассказать про новое и перспективное. Из нового это версия сайта для слабовидящих. Версию мы запустили совсем недавно, буквально в этом году. Версия сайта для слабовидящих, она обеспечит возможность получения образования обучающихся с нарушением зрения. И новые функции тоже это размещение ВКР. Сервис позволяет самостоятельно загружать выпускные и квалификационные работы в личном кабинете ВУЗа. Размещение происходит в закрытой среде нашего ресурса. При этом гарантируется полная охрана текстов от доступа других учебных заведений. Что-то еще можно добавить. Возможно, как единичная загрузка файлов и описание, так и массовая загрузка ВКР в личном кабинете. Причем имеется поисковая строка с фильтрами. Можно осуществлять поиск по этим ВКРам. Есть возможность выбора календарного периода загрузки, то есть отследить, когда и какие работы были загружены каких студентов. Загрузка работ производится в формате .doc, .pdf объемом до 50 мегабайт каждой работы. В ближайшие перспективы планируется мобильная версия сайта. Вообще, сайт книгафон.ру является не платформа, но для комфортного и корректного отображения книг на нашем ресурсе планируется создание специального мобильного приложения, для того, чтобы студенты могли комфортно пользоваться нашим сайтом с мобильных устройств, с планшетов и со смартфонов. И в ближайшие перспективы это запуск издательских коллекций. Будут представлены различные издательские коллекции, которые будут доступны за дополнительную оплату. При желании, помимо базовой коллекции, ВУЗ может приобрести необходимое по книжной или по коллекционной нужное издательство, то есть узкопрофильной, так скажем. Ну, тут у нас, тут дальше представлены наши контакты. По всем интересующим вопросам вы можете звонить и писать, к нам обращаться. По вопросам тестового доступа тоже отправляйте ваши заявочки на менеджерсобачка.directmedia.ru Телефоны вы видите на экране. Кстати, имя неправильно. Ну ладно, меня зовут Алексей. Ну, собственно, на этом вебинар у нас заканчивается. Вебинар заканчивается. Если есть какие-то вопросы, то мы рады с Константином Николаевичем на них ответить, собственно. Да, запускай. Да. Ждем ваших вопросов. Да, коллеги, финальная часть. Да, обязательно вопросы, а то мы проговорили. Ну, благодарю Алексею. Вот, виден профессиональный подход, такой солдатский. Если бы ему и первую часть дали, то он бы давно уже вас отпустил на свободу. Вот, я думаю, как бы концептуальный подход мы изложили, вот наверняка все-таки будут вопросы по частностям. Пока забивайте эти вопросы. Вот, еще отмечу один важный момент, который связан с книгофондом и, так скажем, конкурентной борьбой на нашем рынке. Я думаю, многие из вас, если вы подписчики, получали летом письма из некой саратовской организации. Вот, Саратов у нас для нашего рынка ЭБС город очень известный. Вот, и там, разумеется, есть и конкуренты. Вот, письмо рассылалось с апелляцией к Роскомнадзору о том, что якобы у Роскомнадзора имеются претензии к тому, как оформлен книгофонд в качестве СМИ, что не произошло перерегистрации и, соответственно, нельзя его распространять. Вот, мы с вопросом полностью разобрались и отослали всем интересующимся там ответы. Вот, разумеется, это было чисто кляузное такое письмо, движимое недобросовестной конкуренцией. Никакого основания для волнений у наших вузов не было, не должно было быть. Вот, к сожалению, некоторые все-таки там поволновались из-за этих кляузных, анонимных, по сути дела, писем. Вот, но мы обратились в Роскомнадзор и получили уже четкий ответ, что никаких претензий к издательству Директ Медиа и к сайту Книгафонд.ру у Роскомнадзора не имеется. Вот, и один аспект, единственный здесь, мы до сих пор Директ Медиа действовала на основе договора издателя, а в качестве СМИ зарегистрировано было на, как и раньше, на ООО ЦЦД, Центр цифровой дистрибуции, который сейчас существует и полномоченно. Вот, мы сейчас в данный момент перерегистрировали Книгафонд уже полностью на Директ Медиа и являемся и учредителем этого СМИ. Так что вопрос будет еще меньше. Так что это вот немножко информации, если кто, кого это вот все затронуло и кто хотел бы здесь полной ясности. Так, ну а у нас, Алексей, единственный вопрос, ключевой прайс по ценам на подключение. Ну тогда, да, ответь ты и потом мне написать. Что касается стоимости подключения, стоимость зависит, конечно же, от количества подключаемых студентов, но варианты подключения в любом случае мы подберем. Вы пришлите, пожалуйста, свою заявку на наш адрес электронной почты менеджерсобачка directmedia.ru Укажите наименование вашего учебного заведения, соответственно, контактное лицо. С вами свяжется менеджер, и мы все обсудим. И предоставим всю информацию снова. Спасибо. Да, ну, обращаю внимание, в целом тут нет никакого секрета, у книга фонда не менялась стоимость уже пять лет. Да, если я не ошибаюсь, стоимость одного доступа, условно говоря, пятьсот рублей, да, и вся градация уже зависит от того, сколько вам нужно доступа, да, вы по сути, благодаря этому можете под любую имеющийся бюджет подключиться. Большой разницы при этом не будет, но, разумеется, я думаю, для цели отчетности ВУЗу надо приближаться вот к его заявленной величине, вот, но в целом те, кто вот пользуется книга фоном, это больше двухсот клиентов, их удовлетворяет и такая схема. что ж. Варианты подключения подберем под любой бюджет. Да, да, обращайтесь без проблем. Да, очень так, ну что ж, тогда других вопросов нет, всегда будем рады слышать от вас эти вопросы и вообще пожелания, какой контент нужен, какие, какой функционал все-таки вам не хватает, что работает там не очень хорошо, на ваш взгляд, в общем, для этого наша служба техподдержки, и вот Алексей Архангельский, который работает сугубо с книга фондом и которого вы все в основном знаете. Ну а вам всем пожелаю приятного дня и предстоящих еще более приятных выходных дней, всем здоровья, процветания и взаимовыгодного сотрудничества. Всего доброго! Субтитры сделал DimaTorzok